Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. Я не знаю, что говорить на исповеди. Такие слова можно услышать от человека, который в какой-то момент, оставив повседневную суету, задумался о своей душе. В наши дни такой человек может прийти в церковную лавку, и там ему предоставят на выбор сразу десяток различных книг, рассказывающих о таинстве исповеди, о покаянии, о том, какие страсти владеют человеческой душой, от которых и надо ее очищать. Среди всех этих изданий практически в каждом церковном магазине можно найти одну небольшую книгу, составленную на основе бесед известного и очень многими почитаемыми старца Архимандрита Иоанна Крестьянкина. Она называется «Опыт построения исповеди». Ее мы предлагаем вашему вниманию. Эта книга под названием «Опыт построения исповеди» публиковалась не один раз, причем выходила в свет в самых разных издательствах. Сегодня мы вам предлагаем издание Минского Свято-Лесоветинского монастыря. Сложилась книга из многих источников по веере вживания в молитвенной строй церкви, в опыт духовничества и пастырского душепопечения. Непосредственным материалом для сборника стали беседы Архимандрита Иоанна Крестьянкина, которые проводились в 70-е годы в Псково-Печерском монастыре на первой седмице Великого Поста после чтения покаянного канона Андрея Критского. Многим запомнились те вечера трепетного покаянного предстояния перед живым и близким Богом и собственной совестью. Запомнилось обличающее и врачующее слово пастырского назидания. Беседы были записаны и впоследствии изданы по просьбе паломников и прихожан Печерской обители, а затем они стали доступны и для более широкого круга читателей. Автор этой книги Архимандрит Иоанн Крестьянкин родился 11 апреля 1910 года в городе Орле в многодетной семье и был восьмым ребенком у родителей. Назвали мальчика в честь Иоанна Пустынника, память которого празднуется церковью в этот день. С детства Ваня Крестьянкин ходил в храм и был в послушании у известного своей монашеской строгостью архиепископа Орловского Серафима. В 1945 году в храме на Ваганьковском кладбище в Москве Иоанн был рукоположен в диакона. Затем патриарх Алексей I в Измайловском христорождественском храме рукоположил его во священника. Здесь он служил до 1950 года, пока власти не арестовали его по обвинению в антисоветской агитации и не отправили на семь лет в лагеря. Освободился отец Иоанн досрочно в 1955 году. После освобождения его направили служить в Псковскую епархию, затем в Рязанскую епархию. В 1966 году Ирей Иоанн принял монашество, а с 1967 года стал насельником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и подвязался до блаженной кончины в 2006 году. Опыт построения исповеди представляет два цикла бесед старца. Первый цикл по десяти заповедям Божьим, которые в Ветхом Завете были даны Богом, пророку Моисею. Второй по девяти заповедям блаженства, о которых Иисус Христос говорит в Нагорной проповеди. Это произведение научает внимательно и детально готовиться к таинству исповеди. Серьезные вопросы излагаются у отца Иоанна в доступной форме и при этом четко и многогранно. Строго и нелицеприятно батюшка указывает на грехи современного человека, но и дает ему надежду на исправление жизни перед лицом любящего и милосердного Господа. Помогает нам увидеть, по нашей возможности, все отягчающее душу, чтобы мы могли покаянием и исповедью очистить свою бессмертную душу и вновь сделать ее обителью Духа Святаго. А предваряет книгу следующее слово отца Иоанна. «Мы собрались здесь, — говорит батюшка, — чтобы принести Господу очередное покаяние. Хотелось бы предварить и исповедь несколькими словами. Всякий из нас, по мере сил и возможностей, старается в обыденной жизни соблюдать чистоту в жилище и опрятность в одежде. А есть некоторые, особенно числоплотные люди, которые ревностно поддерживают чистоту и порядок. И как озабочен такой человек, если по каким-либо обстоятельствам эти порядок и чистота нарушаются? Также и человек, привыкший следить за чистотой своего сердца и опрятностью своей души, не может жить без покаяния. Такой человек ждет и жаждет очередной исповеди, как иссохшая земля ждет живительной влаги». Старец предлагает своим слушателям представить себе хоть на минуту человека, не смывающего с себя телесную грязнь всю жизнь. Думаю, мало приятного. Вот и душа, наставляет отец Иоанн, требует омовения. И что было бы, если не было бы таинства покаяния этого целительного и очистительного второго крещения? У нас, отмечает отец Иоанн, существует еще домашнее покаяние. Вечером на молитве вспомнить, чем досадил Господу за день, и покаяться. А опытные духовники и наставники вообще советуют не откладывать покаяние, а, как покривил совестью, согрешил, сразу же укорить себя и просить у Господа прощения. И Господь простит, ибо сердце, сокрушенное и смиренно Бог, не уничижит. Во второй части книги отец Иоанн сверяет жизнь православного человека с заповедями блаженства. И тут, в частности, говорит. Задумывались ли мы, почему это у нас нет жизни святой Божьей? Отчего это мы все время только и делаем, что нарушаем волю Господню? Все время грешим, каемся и грешим, опять каемся и опять грешим. Бывают минутки, промелькнет хорошее отрадное, но это именно минутки. Мелькнут и исчезнут, и опять тьма греха, и опять работа вражья, опять служба сатане. В чем же дело? Неужели мы об этом не думали? По словам отца Иоанна, скрытая здесь какая-то тайна, которую нужно, непременно нужно нам знать. А открыта эта тайна Господом нашим Иисусом Христом давным-давно, и заключается она в словах Его, «Без меня не можете творить и ничисоже». А мы, говорит Батюшка, все привыкли жить и думать, что главная опора во всех делах наших – я сам, мое разумение, мои силы. И бьемся, и стараемся, силимся сделать что-то хорошее, и ничего не выходит. Не выходит, потому что мы, ослепленные своей самостью, своей гордостью, совершенно забываем, что первой ступенькой по лестнице добродетели является смирение. И этому нас учат заповеди блаженства, которые рассматривает отец Иоанн в своих беседах о построении исповеди, помогая читателю разобраться, в чем нужно каяться. Публикуя эти беседы, издатели надеются, что они помогут хотя бы некоторым услышать и исполнить призыв Божий – покайтесь, приблизилось бы Царствие Небесное. Путь каждого человека неповторим и уникален, но не каждый может извлечь из своего жизненного опыта духовные уроки, и тем более не каждый может передать свой опыт другим. Архимандрит Иоанн, крестьян, один из тех редких людей, которые отдали себя Богу и ближнему всецело. И все, чему батюшка учил других, было подкреплено личным и духовным опытом. Поэтому каждое его слово имеет особую цену, является драгоценным кладом в духовной литературе. Именно это сокровище и находится в книге, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Дорогие друзья, ну а нам сегодня пришла пора прощаться. Мы желаем вам хорошего, доброго бытия и дохранит вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова